Неспецифическая защита клеточной механизмы Третий уровень неспецифической защиты осуществляется уже на клеточном уровне. Это воспалительная реакция тканей и происходящий внутри этого очага фагоцитоз. Значит, если не защищает кожа и слизистый, остается надежда на кровь и межклеточное пространство. Если и они не сумели остановить чужака, в дело вступает клеточный механизм защиты. Воспалительная реакция тканей – это эволюционно выработанный процесс защиты внутренней среды от проникновения чужеродных макромолекул. Что происходит внутри? Обычное дело для очищения любой территории. Сначала чужака фиксируют в месте его обнаружения. Образуется очаг воспаления. Затем чужеродные макромолекулы разрушаются специальными защитными системами. И только после этого удаляются из ткани во внешнюю среду жидкостью из очага воспаления – эксудатом. Значит, гнойное образование в местах воспаления – это нормально? В принципе, да. Это эксудат, который совсем не нужен внутри организма. Стоит еще раз посмотреть внутри себя этот процесс, чтобы лучше его понять. Итак, чужеродные макромолекулы попали в ткани. Что делать? Ограничить их передвижение. Не дать распространиться по организму. И для этого тканевые агенты или экоциты из крови создают защитный вал, который препятствует распространению чужеродных частиц по внутренней среде. А также и онкоклеток, если это новообразование. Опухолевый процесс подобен воспалительному? Спросите. Причины возникновения этих двух процессов хоть и различны, но принципы защиты организма с образованием защитного вала одинаковы. Жаль, современная медицина разделяет эти процессы, не усматривает в их общего, и потому имеет плачевные результаты в борьбе с опухолем. А если относиться к опухоли так же, как и к воспалению, эффективность лечения будет значительно лучше. Я убедился в этом на своей 30-летней практике. Но не стоит нам сейчас внедряться в этот вопрос. Мы сейчас прагматично рассматриваем те реакции, которые происходят внутри очага воспаления. И что там происходит? В очаге воспаления активно идет процесс фагоцитоза, что значит поглощение и разрушение чужеродных макромолекул специализированными клетками-фагоцитами. Специализированными. Значит, это уже не неспецифическая защита. Здесь ведь деление условное, мы об этом говорили, как и в случае с системой комплимента и пропердиновой. Пропердиновая действует независимо, а комплимента действует специфически. Так же и здесь, в очаге воспаления, фагоциты – это специализированные клетки, как лизосомы внутри самой клетки. Внутри клетки захватом и уничтожением чужаков занимаются лизосомы, а вне клетки, в тканях и областях организма, функцию спасения выполняют специализированные клетки – фагоциты. И здесь дихотомия, как и вовсю. Итак, теперь вы можете видеть суть воспалительного процесса. На границе очага – лейкоциты и другие тканевые элементы, а внутри очага – фагоциты. И снова пара – фагоциты, лизосомы, фагоциты, лейкоциты. Пара структурная – это фагоциты и лейкоциты, ибо это клетки. А вот фагоциты и лизосомы – это пара смысловая, функциональная. Ведь фагоцит – клетка, а лизосома – это органелла клетки. Но их функции схожи. Это тоже важно понимать. И еще в тех же фагоцитах и лейкоцитах функцию уничтожения чужаков выполняют лизосомы. Именно лизосомы. А чего более всего боятся лизосомы? Еще не забыли? Замораживание и ультразвука. Поэтому помните, что делать УЗИ стоит только в крайних случаях. Только когда все указывает на проблему и необходимо внести ясность. Но не на всякий случай. Не нужно мешать организму бороться со своими чужаками самостоятельно. Задача доктора – помочь организму справиться с проблемой, а не перебирать его функции на себя. Вот что важно. Как в заповеди – не навреди. А чтобы правильно помогать, необходимо знать физиологию. И знать хорошо, друг мой. Вот для этого мы с вами и беседуем. Для этого и растолковываю я вам все эти тонкости, чтобы вы понимали. И учились не самому решать, что делать с болезнью, а внимательно присмотреться к болеющему организму и понять, как мы можем помочь ему справиться с проблемой. В этом я вижу смысл. Смысл физиотерапии. Скальпели химические вещества – это как скорая помощь, нужны, но далеко не всегда. Лишь в экстренных случаях. Это ведь десятая часть процесса оздоровления. А 90% должно отводиться в физиотерапии и здоровому образу жизни. Думайте и помните об этом, если хотите быть хорошим доктором, врачевателем. Следующая тема у нас будет об иммунитете. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok